Продолжение следует... Команда на сегодняшний день может быть не так грозна. Я видел Спартак два раза в игре с командой Наполи. Считаю, что это серьезный для нас соперник. Словом, вот этого дня, мне кажется, ждали любители футбола очень-очень давно. И вот этот день настал. Сегодня три наших клуба выступают в европейских кубковых турнирах. Надо сказать, что очень они сыграли прилично. И вот мы видим спартаковцев, которые готовились к этому матчу. Ну что, надо сказать, что скептиков вообще достаточно, мне кажется, среди болельщиков, которые говорят о том, что, в общем-то, Спартаку будет очень трудно в этой встрече. Ссылаясь на то, что у спартаковцев нет, по сути, игровой практики. Почти все матчи они провели по мини-футболу, готовясь к сезону. Исключение составляет лишь встреча с московскими карпетерцами в розыгрызе СССР. Ну и плюс ко всему, еще сегодня, может быть, необычно, так сказать, будет проходить эта встреча. Вот команда появляется на поле. Я должен сразу сказать о том, что, мне кажется, дирекция центрального стадиона имени Владимировича Ленина сделала огромные просто титанические усилия для того, чтобы привести в стадион не только поле, а весь стадион в надлежащий порядок, чтобы этот матч состоялся. Буквально вот сегодня комиссар матча голландец Ян Хюнч Брект побывал на стадионе и все-таки сказал, что на этом поле играть можно. Несколько недовольны испанцы. Но что касается расходов, которые понес центральный стадион, готовясь к этому матчу, то около полумиллиона рублей было истрачено, чтобы привести в порядок трибуны и саму арену, на которой состоится этот матч. Поэтому, наверное, не стоит удивляться тому, что билеты очень, в общем-то, дорогие по нашим понятиям. От 5 до 15 рублей, в среднем 10 рублей билет. И, как мне сказал директор стадиона Владимир Владимирович Алешин, вот доход от этого матча, он едва, в общем-то, покроет расходы, которые были затрачены на подготовку к этой встрече. Все 104 тысячи билетов проданы. Я смотрю на трибуны, ну, есть еще немного свободные места. Ну, я думаю, что они вот-вот тоже будут заполнены. Итак, составы команд. Реал Мадрид. Вратарь Педро Харо. Второй номер Мигель Парлан. Третий Хесус Солана. Четвертый Фернандо Йеро. Пятый Мигель Тендильо. Шестой Рафаэль Гордильо. Седьмой номер Эмилия Бутрагеньо. Восьмой Хосе Митчелл. Девятый Франциско Льеренте. Четвертый Сантьяго Арагон. И одиннадцатый, простите, десятый номер Сантьяго Арагон. И одиннадцатый номер Хавьер Вилья Ройя. Тренер команды Альфредо Ди Стефано. Спартак. Вратарь Станислав Черчесов. Второй номер Сергей Базолев. Третий Василий Кульков. Четвертый Дмитрий Попов. Пятый Борис Позняков. Шестой номер Валерий Карпин. Седьмой Геннадий Перепаденко. Восьмой Игорь Шалимов. Девятый Валерий Шмаров. Десятый Александр Мостовой. И одиннадцатый Дмитрий Радченко. Арбитр сегодняшней встречи Карл Хайнц Грецлер. Ему помогают Геральт Красный и Гольф Гюнтер Визель из Германии. Ну, комиссар встречи я уже представил. Это Ян Сунч Брекс из Голландии. Ну, что, мне пришлось все-таки выйти на поле, чтобы удостовериться, в каком он находится состоянии. Жестковато, ничего не скажешь. Ну, в общем, играть можно. Может быть, действительно, поле не спартаковское. Спартак привык, вы знаете, в хорошем очень поляне. Вот оно, в общем-то, технически, наверное, подстать в этом смысле испанцам. Так что сегодня должно быть, на мой взгляд, достаточно много борьбы. Такой жесткой, силовой, может быть, даже борьбы в этой встрече. Пока мяч вышел внизу под нами за боковую линию. Ну, наверное, особо представлять Мадридский Реал все-таки не стоит. Я уже сказал о том, что послужил список просто великолепного этой команды. Она 25-кратный чемпион Испании. Причем пять последних лет она неизменно выигрывала золотые медали. Шесть раз команда владела Кубком Европейских Чемпионов. Правда, последний раз произошло это в 1966 году, 25 лет назад. И, кроме этого, еще трижды она в Кубке Европейских Чемпионов играла. Три раза играла в Кубке Кубков. Шесть раз в Кубке Уэфа. И дважды побеждала в 85-м и 86-м годах. Ну, а в 60-м году Реал стал обладателем межконтинентального Кубка. Вот такой послужной список у соперника московских спартаковцев. Базулев пока с мячом. И длинная такая передача в надежде на хорошую скорость Шалимова. Ну, мне кажется, что Реал постарается сыграть от обороны. В общем-то, эта тактика не нова для всех команд, которые выступают в европейских кубковых турнирах на чужих полях. Тем более, учтем, что Кубок Европейских Чемпионов это, пожалуй, самый престижный турнир. Ну, и дело в том еще, что испанцы, крайне неудачно, можно сказать, по составу я имею в виду, выступают в своем национальном первенстве. Они занимают только четвертое место. Кстати, в последнем туре команда проиграла Кадису со счетом 0-1. Причем Кадис занимает предпоследнее место в чемпионате Испании. В последнее время от лидера отделяют в мадридский Реал 12 аж очков, и поэтому, конечно, рассчитывать на первое место не могут мадридцы. Поэтому, я думаю, все усилия будут сосредоточены на том, чтобы продвинуться еще дальше в Кубке Европейских Чемпионов. Мяч пока на половине поля Реала. Так, не торопясь, держит его у себя четвертый номер Ером. И тут же отбрасывает мяч в штрафную площадь галкиперу Педро Харо. Бьет на половину поля спартаковцев. Ну, у Спартака вы обратили, наверное, внимание. В общем-то, довольно привычный состав, за исключением Расченко, который появился в основном в составе Спартака. Вы помните, в Кубку и встрече с торпедом он вышел на замену. Ну, еще надо отметить, что не играет сегодня Федор Черков. Дело в том, что, в общем-то, не успели просто его заявить на эту встречу. Поэтому он сегодня не выступает. Вот атака Спартака. Это Карпин. Передача налево. Мяч не доходит до спартаковца. Там Шалимов готов был принять мяч. Кульков. Можно играть. И сильный удар на половину поля спартаковцев. Ну, там никого нет из футболистов Реала. Черчесов спокойно выходит из ворот. Очень быстро бросает мяч Шалимову. Это Попов. Кульков. Простите, Базулев с мячом. Испанцы, мне так кажется, вот на первых минутах даже не пытаются отобрать мяч у спартаковцев на их половине поля. Так спокойно команда отходит к центральной линии поля. Пять минут сыграно в этой встрече. Пока 0-0. Счет не открыт. И больше мяч у спартаковцев. Ну, в общем-то, если вот так не то что анализировать игру спартака, а представить себе на что он способен на сегодняшний день, то, конечно, трудно, в общем-то, предположить. Я представляю себе прекрасно, что раздражитель очень хороший, конечно, но, к сожалению, вот игра с торпедовцами Москвы, кубковая игра, показала, что очень медленно действовал спартак и явно не получилась игра в атаке. Ну, вот вам еще раз представили арбитров сегодняшней встречи. До шестая минута первого тайма идет. И за боковой выбрасывает мяч Шалимов. Мостовой. Шалимов. Сразу в окружении трех испанцев. Ну, так большими силами, надо сказать, обороняются сейчас испанские футболисты. Это Шмаров. Подача. Мяч там буквально застревывает в ногах у Мичелла. Попов. Кульков. Да, первым успеет к мячу. Базулев. Ну, тоже поосторожнее, мне кажется, надо играть спартаковцев. Я вспоминаю, в связи с этим интервью с Досаевым, которое было напечатано в последнем, по-моему, номере еженедельника футбол. Когда он говорил об атакующих возможностях. Реала то отметил, что контратак это, в общем-то, стихия мадридского ареала. И причем отметил очень высокий коэффициент использования выгодных моментов у мадридцев. То есть, они могут за матч 5-6 моментов создать и при этом использовать чуть ли не половину. Поэтому, мне кажется, спартаковцы должны были, во всяком случае, прислушаться к мнению своего бывшего капитана и воротаря. И учесть вот это обстоятельство. Пока двое впереди у Реала. Это седьмой номер Бутрогенья. Очень известный игрок. Может быть, даже самый популярный на сегодняшний день в составе мадридского Реала. И девятый номер Льеренте. Дело в том, что 4 футболиста основного состава сегодня не приехали. По разным причинам в Москву нет Уго Санчеса, мексиканца, нападающего, очень острого, кстати, нападающего. В прошлом году он был самым результативным в составе команды. Нет полузащитника Хаджи, румына. Нет еще одного полузащитника Милла. И отсутствует защитник Санчес. Попов. И мяч в руках у Черчесова. Базуев с мячом. Испанцы твердо, твердо находятся на своей половине поля. И там, я не скажу, что плотно опекают спартаковцев. Но заслон там довольно мощный. Сразу из пяти защитников здесь еще есть средняя линия. В общем, довольно тяжело, мне кажется, будут спартаковцы. Будет для спартаковцев прорваться к штрафной площади испанской команды. Арагон делает передачу в штрафную площадь. Это Мейчелл играет с защитником. Пошел вперед. Солана. Перепадинка. И мяч от ноги спартаковца уходит за боковую линию. Ну, вот это, мне кажется, первая попытка испанцев как-то наладить игру. Перейти на половину поля соперника. Удар поворотом. Черчесов легко забирает мяч. Ну, пока нет возможности рукой бросить мяч в игру. Нашел все-таки свободного футболиста. Это Кульков. Передача налево. Там разгадал сейчас испанский футболист комбинацию спартаковцев. Это Мейчелл. Кульков. Арпин. Вот видите. Не совсем все-таки отошло поле. И в каких-то местах видно сохранился лед. Поэтому скользко. И я уже не первый раз замечаю, как не могут удержаться на ногах футболисты. Так что надо быть предельно-предельно внимательным. Базулев. Уважаемые зрители. Администрация стадиона обращается к вам с убедительной просьбой занять свои места согласно купленным билетам. Мы просим вас не вставать со своих мест. Мяч у центрального защитника Спартака. Сильно бьет вперед. И там четвертый номер. Это Игера отбивает мяч. Не очень далеко, правда. Передача в штрафную площадь. Нет. Вратарь заберет мяч в руки. А вратарь Педро Харо. Я сказал, что это самый, пожалуй, именитый клуб в Испании. Он не только самый именитый, он и самый, в общем-то, наверное, богатый. Бюджет клуба на сезон 91-го года. От 90-го, 91-го года в 40 миллионов долларов из этой суммы 15 миллионов уходит на зарплату футболистов. Ну и в начале сезона, то есть летом прошлого года, были проданы игрок сборной Испании Мартин Васкес в итальянский клуб Торино за 4 миллиона долларов. Бернт Шустер, это немец, который давно уже выступает в Испании за миллион долларов. Оскар Ружери, аргентинский футболист и, кстати, продан в аргентинский клуб за миллион 250 тысяч долларов. Ну, зато были куплены Хаджим из румынского клуба Стяо за 4 миллиона долларов. Педрак Спасич из югославского партизана за 1,5 миллиона долларов. А также испанцы Вильяройя, Милла и Еро. Так что клуб-то, в общем, усилился. Кульков, нет, дошел только до Еро. Так не стесняются, мне кажется, футболисты из Мадрида. Откровенно, отбойные игры. Попов. Ну, Кульков, в штрафной площади, удар, поворотом. Первый удар, поворотом испанского ареала. Мяч проходит мимо ворот. Как-то мне показалось, не с той ноги все-таки ударил сейчас Василий Кульков. Ну, может быть, у него и было время перевести мяч под левую ногу и посмотреть. Возможно, и передача была бы лучшим вариантом вот в этой ситуации для продолжения атаки. Спартаковцы там поддерживали атаку. Карпин ведет борьбу с защитником Солона. Мяч от Спартаковца ушел за боковую линию. Вот видите, это, мне кажется, один из комментаторов испанских ведет репортаж прямо с беговой дорожки, находясь рядом с полем. Ну, честно скажу, сегодня холодновато, конечно, находиться на трибунах, да и на беговой дорожке. В этом отношении нам все-таки полегче. У нас здесь теплая кабина, хорошее место на большой спортивной арене центрального стадиона имени Ленина. Это скамейка запасных мадридского ареала. Ну, наверное, и нет смысла особенно представлять и тренера испанского клуба. Это Альфредо Ди Стефано. С его именем успехи Реала связаны в 50-х годах, когда, начиная с 1956 по 1960 год исключительно, команда владела Кубком Европейских Чемпионов, вот тогда Ди Стефано выступал за мадридский Реал. Вообще он провел в его составе 510 матчей, забил 418 мячей. Вообще, вы знаете, поразительная просто результативность. До него начал готовить команду и даже несколько игр под его руководством провел мадридский Реал под руководством Джона Тошака. Однако, как только пошли неудачи, тут же руководство клуба уволило Тошака и пригласило Ди Стефано. Ну, по отзывам испанской прессы, в общем-то, так и в себя Реал не пришел на протяжении всего чемпионата. К тому же Ди Стефано отличается жесткостью и постоянно тасует состав, так что проблемы, по-моему, до сих пор сохраняются у мадридского Реала. Спартаковцы недалеко от центрального круга с мячом. Это Александр Мостовой отдает назад Базулеву. 15 минут сыграно в первом тайме, пока ничья 0-0. Ну, в общем-то, за исключением одной комбинации, которая удалась Спартаку, вышел к воротам Кульков, пока ничего, мне кажется, запоминающегося в этом матче нет. Хотя Спартак владеет, явно владеет инициативой и настроен весьма-весьма решительно. Да вот, видите, у нас на экране, на табло, справа 15 минут, прошло 16-е, пошла пока 0-0. Вот подача в штрафную площадь, и капитан Порлан, капитан Мадридцев, выбивает мяч за линию ворот. Угловой удар у ворот Реала. Да, никогда еще, по-моему, в Москве, вот так рано, в начале марта, не состоялся матч на естественном поле, на открытом воздухе. Еще раз хочется поблагодарить, в общем-то, дирекцию Центрального стадиона имени Владимировича Ленина за то, что вот так прекрасно подготовились они к этому матче. Ну и здесь слова благодарности, очевидно, надо сказать, и тем, кто помогал, и прежде всего, это воины Московского военного округа. Они здесь на славу потрудились. Порлан с мячом, это центральный защитник Солона Бутрогеньо, и Митчелл посылает мяч вперед, на месте Базулев Лиаренте. Вот выход к воротам Спартаковцам, и там в подкате вынужден выбить мяч за линию ворот Базулев. Угловой удар. Нет, арбитр определяет, что мяч все-таки задел в последний момент ногу испанского футболиста, и поэтому сейчас спартаковцы введут мяч от ворот в игру. Выходил к воротам Вилья Ройя. Мячелл к этому футболисту, мне кажется, надо повнимательнее присмотреться. Дело в том, что он ведет всю игру мадридского ареала. Он, кстати, в сборной Испании, в общем-то, выделялся на мировом первенстве в Италии в прошлом году. Остановил мяч от, по-моему, Позняков был. Остановил буквально на линии ворот от подачи. Подставлен нога защитника и еще один угловой около ворот Испанского клуба. Подача, удар, поворот там высоковато, высоковато пробил поворотом сейчас Спартаковец. Сейчас испанцы получили право на штрафной удар. Это недалеко от центральной линии поля. Так все спартаковцы постепенно подтягиваются к линии штрафной площади. Вот, видите, командует Станислав Черчешлов своими защитниками. Вот подача. Ну, даже, вы знаете, это не подача была, а, может быть, и удар поворотом. И в связи с этим, вы знаете, вспоминается мяч, который забил игрок мадридского ареала. Арагон, он выступает сегодня под десятым номером в матче на Суперкубок Испании. Забил мяч он с центра поля в ворота Барселоны из вечного своего соперника. До ворот было 42 метра. И вот он сумел точно отправить мяч в ворота. Мяч в штрафной площади испанцев. И неожиданно его упускает Радченко. Да, так что вот Арагону удалось, мне кажется, сделать то, что не смог сделать за свою спортивную карьеру Пеле. Тот мечтал просто забить мяч с центра поля, но так и не смог этого сделать. Так что вот эпизод, когда пробивался штрафной. Мне так показалось, что мяч направлялся в ворота. Дело в том, что на линии вратарской площадки в этот момент находился Станислав Черчесов. У него мяч в руках. Базулев. Ну, такой, по-моему, конструктивной игры пока у спартаковцев, в общем-то, не проглядывается в первой половине встречи. Мячом чаще владеют спартаковцы и чаще гостят они на половине поля мадридского ареала. Но пока угроз практически не возникает. Предельно внимательно действует в обороне. Реал. Кстати, это вторая встреча спартаковцев с Реалом. Десять лет назад в четвертьфинале Кубка Европейских Чемпионов они встречались. Тогда дома была зафиксирована ничья 0-0. А в гостях победили. В смысле, в Мадриде выиграли испанцы с результатом 2-0. Так что во второй раз эти два клуба встречаются и опять же в том же турнире в Кубке Европейских Чемпионов. Ну и кроме того, испанский клуб еще дважды встречался с нашими командами. Это в 72-м году с динамовцами Киева. 0-0 и 3-0 Реал выиграл. А затем, ну не так давно, в сезоне 85-86 годов, Черноморец в Кубке УЕФА играл с Реалом 0-0 в Одессе. И 1-2 Черноморец проиграл в Мадриде. Так что видите, пока советским клубам ни разу не удалось выиграть у Реала. Мяч у Черчесова. Перепадинка. Карпин. Кульков. Сразу вдвоем испанцы атакуют футболиста, который владеет мячом. Вне игры, да, конечно, вне игры. Поторопился Радченко. Пятый номер это Тендильо. Иерон. Иерон. Черчесов выходит из ворот, забирает мяч в руки и быстро на правый фланг бросает. Кульков. Не точно. Мячел. Бутрогеньо. Бутрогеньо. И с мячом Кульков. Нет, здесь все в пределах правил было. Порлан прекрасно отобрал мяч у Шалимова. Бутрогеньо. Позняков. Чуть-чуть, может быть, побыстрее спартаковцам надо действовать в сегодняшней встрече. Конечно, что там говорит преимущество, игровое преимущество. Я имею в виду практику, что ли, игровую. Сейчас на стороне испанской команды, в самом разгаре чемпионата Испании, у «Спартака» просто не было возможности, мне кажется, и с сильными соперниками сыграть при подготовке к чемпионату Советскому Союзу. Ну, в общем, недостаточно, конечно, игровая практика. Дело в том, что товарищеские матчи, которые проводили «Спартака», да и не только «Спартака», вообще другие клубы, они всегда останутся товарищескими. Шалимов пытался прострелить в штрафную площадь, но там опять очень надежно играют защитники вне игры. Вот первые итоги нашего референдума. Вот видите, некоторые отдают предпочтение «Спартаку», по-моему, да, затем «Динамо» со Москвы. Армейцы, да, армейцы, да, 43% на первом месте. Ну, я думаю, под впечатлением игры в прошлом сезоне. Вот хороший удар поворотом наносит Шмаров, и вратарь Харо на месте. Хорошо ушел от защитника Шмаров, подправил себе мяч и удар. Ну, вы обратили внимание, с этого повтора очень хорошо было видно, что почти во вратаря был нанесен удар. Но, тем не менее, похвально, что «Спартаковцы» пытаются из любых положений бить поворотом. Это «Мостовой». Передача в штрафную площадь. Радченко не успевает к мячу. Ну, тут же, вы знаете, вступил в борьбу, отобрал мяч. «Мостовой» чуть-чуть замешкался. «Спартаковец» «Белероя». И рядом с ним тут справа Льеренте, девятый номер. «Карпин». Вот выход один на один. Должен быть, мне кажется. Арбитр, причем главный арбитр, останавливает встречу, показывая, что «Спартаковец» подыграл себе рукой. У некоторых, может быть, сложилось впечатление, что было положение вне игры. Но боковой арбитр не делал отмашки главному судье. Так что было все в пределах правил. Вот в очках это «Альфредо» Ди-Стефано. Нарушение правил там было. Перепадинка. «Карпин». И передача, вы знаете, на свободное место в расчете, что кто-то сразу откликнется на этот паз. То есть надо заранее было предугадать, что именно в эту точку будет сделана передача. Но «Мостовой» не среагировал. Да к тому же и там три защитника у испанской команды. Они так выстроились пока в линию. Играют довольно надежно. «Базулев». «Карпин». «Попов». И вновь мяч у центрального защитника «Спартака» Сергея Базулева. Мне кажется, какой-то неожиданный вариант. Прежде всего, надо было предложить «Ареалу», чтобы... Сразу как-то ошеломить, что ли, его. Позняков. Паш в травную площадку. Кульков пас назад. Ну, удар по воротам. Прекрасно. Просто великолепно играет. Сейчас Педро Хара выручает команду. Вот это по-настоящему был острый момент около ворот «Ареала». И причем, обратите внимание, по флангу была разыграна эта комбинация. С последующей передачей в штрафную площадь. И это Кульков уже сделал пас чуть-чуть назад. А бил по воротам Радченко. Ударил в ближний угол. Ну, там же находился и голкипер испанской команды. Но все равно момент, мне кажется, запоминающийся был. Хорошая была возможность у «Спартака» открыть счет. Правда, не без помощи это было бы сделано испанского защитника. Поскольку вы, наверное, видели, что мяч попал в спину испанца. И затем уже отскочил Караченко. Но все равно вот проход, прежде всего, Бориса Познякова по флангу оказался очень острым. Это будет трагедия. Передача направо. Нет, простите, вот и сейчас только будет трагедия с мячом. Испанцы введут мяч в игру из-за боковой. Это недалеко от углового флага. Тридцатая минута первого тайма, пока 0-0. Бросает Мигель Порлан, капитан команды. Вот опасный момент. Удар по воротам. Нет. Как в таких случаях говорят футболисты, мяч свалился с ноги у Франциско Легеренте, нападающего испанского клуба. И далеко в сторону от ворот он ударил. Черчесов введет мяч в игру. Испанцы провели 168 игр в Кубке Европейских чемпионов. 100 побед, 24 ничейных результаты и 44 поражения. А вообще, вот на сегодняшний день Ареал сыграл 233 матча в европейских кубковых турнирах. 133 победы, 37 ничьих и 63 поражения. Спартаковцы подают угловой с левого фланга. Решили разыграть мяч. Это мостовой. Шмаров. Удар по воротам. Ближний угол бил Шмаров. И вы знаете, я так очень внимательно просматривал ситуацию и варианты, которые есть у Шмарова. Наверное, все-таки он правильно поступил, ударив по воротам. Посмотрите, сколько испанцев защищают свои ворота. И просто не было возможности, мне кажется, сделать точную такую нацеленную передачу партнеру. Они были, уже были даже в вратарской площадке Реала. Ну что же, вот к концу первого тайма, мне кажется, чуть поострее стали атаки Спартака. Я не думаю, что нащупаны какие-то особо слабые места в обороне испанского клуба. Но, тем не менее, Спартак вот уже в течение, наверное, двух минут провел две очень хорошие атаки. Это Радченко, передача и еще один угловой. Вот, мне кажется, такие быстрые действия на флангах. Затем перевод мяча в штрафную площадь. Они могут расшатать оборону испанского клуба. И, вы знаете, на протяжении вот уже получаса не замолкает буквально стадион. Шумит, шумит. Удар по воротам. Ох, как хорошо. С лета без подготовки ударил Перепаденко. Попади в створ ворот. Думаю, что Педро Харрель просто не справился бы. Хороший удар нанес Перепаденко. Вот это что-то похоже действительно на игру Спартака. На игру, к которой мы привыкли в исполнении спартаковцев. Реал ввел мяч в игру. Илья Ройян. И Базулив с мячом. Даст ему, наверное, выкатиться за линию ворот. Попов. И почаще, мне кажется, Спартак стал использовать фланги. Шалимов. Попов. Здесь побороться все-таки надо в штрафной площади соперника. Дело в том, что может быть полегче Спартаксом будет действовать, если будет играть низом. Потому что два центральных защитника высокого роста и довольно хорошо играют головой. А вот, что касается игры внизу, здесь они не так сильны. Позняков. Не поняли его партнеры. Не поняли партнера. Вроде бы Кульков собирался туда идти. Потом изменил свое решение. Двинулся ближе к углу вратарской площадки. В общем, пас так и не нашел партнеров. Очередной удар от ворот испанского клуба. Ну вот, судя по этим 35 минутам первого тайма, в общем-то, Спартак совсем не тот, что был в Кубке встречи с торпедовцами Москвы. Учтем еще силу соперника. Учтем, что он находится в хорошей форме. Сезон в разгаре в Испании. Базулев. Кульков. Карпин. И мячом завладел Арагон. Спартаковцы ведут мяч за боковой. 10 минут остается до конца первого тайма пока 0-0. Базулев. Лиаренте. Нет, не успеет к мячу. Там Дмитрий Попов очень надежно играет. Но мяч, к сожалению, от его ноги выкатывается за боковую линию. Мне так показалось там в борьбе за мяч Лиаренте все-таки нарушил правила. Испанцы введут мяч в игру. Черчесов. Перепадинка. Мяч остался в поле вне игры. Ну, мне так кажется, что испанский клуб в общем-то все надежды связывает с ответным матчем, который состоится через две недели. Пока от обороны, явно от обороны действуют испанцы. Шалимов. 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 Базулев. Кстати, Реал самый результативный пока клуб Кубки Европейских Чемпионов нынешнего розыгрыша. Он выиграл у датского клуба Оденсе в одной шестнадцатой финала 4-1 и 6-0. Затем буквально разгромил австрийскую Тироль 9-1 на своем поле. Правда, в ответном матче была ничья 2-2. Вот такой путь в одну четвертую финала был у мадридского Реала. Ну и Спартак дважды обыграл Спарту с одинаковым счетом 2-0. Удар к воротам. Бел Карпин и опять на месте Хару. Да, Числоватскую Спарту Спартак обыграл дважды. 2-0-2-0. А в одной восьмой финала два раза сыграл ничью с Наполе 0-0 и по пенальти вышел в одну четвертую финала. Так что видите, у Спартака все-таки потяжелее мне кажется путь был в четверть финал, чем у его сегодняшнего соперника. Лиаренте. Арагон. вновь мяч у Лиаренте. Митчелл удар по воротам. Черчесов надежно играет. Игра рукой была определяет арбитр и назначает штрафной удар в сторону ворот испанцев. Мостовой Перепатинка сместился на левый фланг. Вообще мы знаем прекрасно, что Перепатинка исключительно на правом фланге почти все время здесь. подача в штрафную площадку. Карпин вмешивается в борьбу за мяч. Попов Гордильо проскакивает мимо мяча. Вот этого футболиста легко узнать. Он всегда играет со спущенными геттерами. Перепатинка под штрафной опасный момент. Это был Кульков у мяча. Ну, вы знаете, просто прекрасно сыграл Педро Харро. Самое главное, своевременно вышел из ворот. Хороша передача была в одно касание и сделала ее перепатинка. Ну, может быть, чуть-чуть не дотянулся до мяча Кульков и вообще мне так показалось как-то несколько осторожно что ли он играл. Хороший был момент у Спартака, да и комбинация самая главная получилась. Из-за боковой испанцы ввели мяч в игру. Ну, теперь Спартак уже с мячом. Через пять минут закончится первый тайм пока 0-0 и полное преимущество Спартака. Шалимов чуть-чуть подтолкнули Александра Мостового и штрафной удар будут бить спартаковцы. Ну, может быть, рискнуть вот на этих последних минутах первого тайма. Я смотрю, вся испанская команда, все 10 полевых игроков отошли к своей штрафной площади. Ну, двое вообще тут пытаются выстроить стенку такую небольшую, скорее символическую, а остальные заняли место на линии штрафной площади. Мостовой набрасывает мяч на 11-метровую отметку и мяч от головы испанского футболиста уходит за линию ворот. Еще один угловой ворот Реала. Ну, я, вы знаете, специально не иду подсчет, но, наверное, может быть, пятый или шестой уже угловой удар около ворота испанского клуба. Испанцы в свое время, в свою очередь, один раз только подавали угловой. Вот подача, закрученный мяч летит к линии воротарской площадки. Бутрогеньо вне игры. Редко испанцы атакуют, очень редко, и, вы знаете, вот уже несколько раз все равно оказывались в положении вне игры. Причем, я скажу, Спартак никогда, в общем-то, не применял тактику искусственного офсайта. Здесь просто сами торопятся испанцы, тот, кто впереди оказывается не очень внимательным. Еро отбивает мяч на половину поля Спартака. Позняков можно было не торопиться. Спартак последил бы вообще за своим правым флангом атаки. Там Гордилья довольно часто покидает свое место, и вот сейчас обратил внимание, это вся. Весь правый край был свободен. Так что, может быть, использовать вот это, ну, не слабость, может быть, вот такое стремление Гордилья помочь своим игрокам атаки. Кульков это Позняков прострел вдоль ворот. Ну, кто знает, может быть, получше было бы навесить мяч уже во вратарскую площадку. Там опять много было очень обороняющихся футболистов в белых футболках. Нарушили правила испанца. Страфной удар. Нет, надо там подниматься мостовому. Сейчас, знаешь, в такую погоду в общем-то не поваляешься. Наверное, градуса 2-3 мороза сейчас в Москве к вечеру. днем-то было в общем тепло, наверное, 0 градусов. Ну, тепло по сравнению с зимней, наверное, погодой. Так, вообще, вот уже пятый день, по-моему, стоит настоящая весенняя погода. Удар по воротам. На всякий случай Хара упал, но мяч прошел мимо ворот. Еще один удар от ворот испанского клуба. Ну, судя по табло, пошла последняя минута первого тайма. Арагон. Защитник Порлан подключается. Карпин. И придется спартаковцам вводить мяч в игру. Так, арбитр подсматривает уже на секундомер. Вот-вот, по-моему, раздастся свисток об окончании первого тайма. Да, с явным преимуществом спартаковцам он прошел. И были, были моменты для взятия ворот. не так много, может быть, два-три. Карпин. Подача. Центральный защитник все-таки дотягивается до мяча. Лиаренте. Ботрогенья. И вновь передача Лиаренте. Ну, Позняков молодец сейчас. Кульков и направо. Перепадинка. Мостовой. Шмаров. Но все время, мне кажется, не добивают, что ли, спартаковцы. И так звучит свисток арбитра. Ничья после первого тайма 0-0. Между столичным спартаком и мадридским реалом. Ну, буквально несколько секунд тому назад начался второй тайм. После первого ничья 0-0. Причем спартак имел довольно большое преимущество. И вообще команда приятная, в общем-то, впечатление. Оставила минут 20, наверное, она разбиралась, что к чему. Ну, а потом настолько твердо захватила инициатива, что в нескольких моментах было просто очень тревожно около ворот Реала. Здесь надежно сыграл вратарь мадридцев Педро Харро. Ну, и, может быть, в какой-то степени не повезло спартаку. В общем, команда играет, мне кажется, довольно прилично на начало марта. В общем-то, это не та команда, которая выступала в Кубке Советского Союза против столичного торпеда. Ну, мне кажется, изменений никаких не произошло в составе и той, и другой команды. Впрочем, вы знаете, надо повнимательнее все-таки приглядеться и потом определить. Дед Борис Позняков делает передачу в штрафную площадь Черчесову. Так повнимательнее надо действовать, мне кажется, защитнику Спартака. Черчесов сейчас введет мяч в игру. Как только будет пауза, я все-таки напомню составы, в которых играют сегодня команды. Я не думаю, что вообще у нас много сегодня опоздашек к началу нашей трансляции. Ну, все-таки стоит, мне кажется, такие люди наверняка есть. Кто не смог каким-то причинам с самого начала наблюдать за матчем, поэтому сообщу составы команд. Итак, Реал Мадрид, вратарь Харо, второй номер Порлан, третий Солана, четвертый Геро, пятый Тендильо, шестой Гордильо, седьмой номер Бутрогеньо, восьмой Митчелл, девятый Льеренте, десятый Арагон и одиннадцатый Вильяройя. Спартак Черчесов защищает ворота, второй номер Базулев, третий Кульков, четвертый Попов, пятый Позняков, шестой Карпин, седьмой Перепаденко, восьмой номер Шалимов, под девятым играет Шмаров, десятый Мостовой и одиннадцатый Радченко. И судейская бригада Карл Хайнц Гретчлер, главный арбитр, и два линейных судьи Геральд Крассе и Вольф Гюнтер Визель, вся бригада из Германии. А комиссар матча голландец Ян Хюнч Спартаковцы по праву флангу атакуют, это Позняков обыгрывает, второй раз уже обыгрывает защитника Испанцев, ну, немного, мне кажется, переиграл сейчас в этом игровом эпизоде Позняков. И за боковой он будет выбрасывать мяч Мостовой. Это отошел назад Вильяройя и Испанцы бьют Недалеко, правда, от штрафной площади мяч оказывается удар по воротам Кульков, я считаю, был не готов просто к удару по воротам то ли, может быть, почувствовал, что совсем рядом за спиной у него находится испанский футболист поэтому так поспешил с ударом по воротам Кульков на левой фланг отправляет мяч Шалимов назад Попову нет вновь у Кулькова мяч но может быть Кульков самый активный в составе Спартака кстати, он в первом тайме был тоже заметен Шалимов Кульков не точная передача все-таки вы знаете как не готовили работники центрального стадиона поля к этому ответственному матчу ну какие-то моменты оно подводит это ни в коем случае сказано не в упрек дирекции центрального стадиона имени Ленни для начала марта я даже считаю в идеальном состоянии находится футбольное поле в Лужниках Базулев передача там к углу штрафной площади ну вот это начало второго тайма где-то напоминает нам стартовые минуты сегодняшней встречи также аккуратно очень осторожно играли в обороне испанцы ну и Спартак несколько торопился что ли ошеломить соперника поэтому не совсем получалось у него игра я думаю что пройдет несколько минут 5-10 может быть Спартак вновь наладит игру вот выход к воротам но будет удар по воротам удар наносит все-таки Спартаковец это по-моему был мостовой но мяч летит мимо ворот упущен в общем довольно хороший момент Спартаковцами и обратите внимание какая хорошая длинная диагональная передача была и не было возможности у Спартаковца времени мне так показалось не было дать мячу чуть-чуть еще пониже опуститься и тогда нанести удар в общем почти самой высокой точке мостовой поймал мяч и бил по воротам поэтому мяч пошел выше ворот Басулев Познякова это кстати не первый рейд уже Познякова к воротам испанской команды Гордильо вот видите играет со спущенными геттерами возраст новой футболист ему 34 года но сейчас партнеры его подстраховали занял его место третий номер Хесус Солана Кульков да в общем-то приятно конечно что вот такое раннее время в начале марта трибуны большой спортивной арены заполнены нет ни одного свободного места и вот действительно можно сегодня сказать здравствуй большой футбол и мне кажется даже вот где-то на пару часов все забыли о наших проблемах которые в общем-то существуют у нас в большом количестве из-за боковой испанцы введут мяч в игру но что тут не поделили два спартаковца Кульков и Шмаров Реал бросает из-за боковой Солана и еще раз мяч выбит за боковую линию конечно на этой стадии розыгрыша Кубка Европейских чемпионов уже откровенно слабых соперников нет и вполне естественно что спартаковцем попался в сопернике вот такой очень мощный клуб и я считаю что вообще и у динамцев Киева очень серьезный соперник и испанская Барселона может быть в какой-то степени еще повезло нашим торпедовцам которые встречаются с датским клубом но повезло в каком отношении у датчан тоже еще не начался сезон поэтому в равном в общем-то положении обе команды находятся ну и потом все-таки откровенно признаемся датский футбол это отнюдь не испанский Гордильо там Радченко с Карпиным отобрали все-таки мяч у испанских футболистов Базулев чуть-чуть то быстрее я думаю что силы-то в общем-то остались у Спартака ну вот поле поле все-таки подвело два Спартаковца упали в самый может быть ответственный момент когда надо было продолжить атаку Ли Ренте опасная атака испанцев удар поворотом успеет Черчесов задерживает все-таки мяч молодец в броске правда вынужден это было сделать наш голкипер дабы не было углового Радченко Кульков и удар поворотом Игорь Шалимов убил мне так показалось что мог продвинуться да момент хороший был такая стремительная была комбинация спартаковцев разыграна она была в одно касание и жаль что поторопился Шалимов с ударом поворотом тем более что рядом поддерживал атаку партнер по-моему это Шмаров был так что могло что-то более реальное мне кажется получиться в этом игровом эпизоде из-за бокового нет простите штрафной удар бьют спартаковцы быстро разыгрывает мяч и сразу в центральный круг его направляют Карпину тот так слегка подрезал мяч но никого из спартаковцев рядом не оказалось мостовой нет не успевает спартак ведет мяч в игру мяч мяч центральный защитник Иеру атака испанской команды и прострел вдоль ворот здесь надежно сыграл Кульков Спартак отошли успели отойти уже назад в свою штрафную площадь там только три футболиста атаковало сейчас ворота Спартака Позняков Перепадинка задумал это хорошо вот исполнение было не на высоте у Перепадинка Илья Роя очень опасный выход удар удар поворотом Черчесов надежно прикрыл ближний угол вы знаете атака действительно была очень опасной там и Бутрогений уже было в вратарской площадке Спартака и дальше там на дальнем углу штрафной вратарской площадке находился еще один игрок Реала Льеренте так что если бы Вилья Роя все рассчитал мог перекинуть мяч за спину спартаковцам именно Льеренте тот в одиночестве находился опасной была атака Черчесов выбивает мяч из штрафной площади Митчелл досталось видите арбитру перепадинка но подвело поле немножко подвело поле Митчелл Базулев и перепадинка под штрафную площадь еще одна передача удар поворотом это Шмаров пробил прямо в галкипера тоже неплохая атака получилась у Спартака обратите внимание вообще большинство моментов и в первом тайме вот сейчас был создан момент они возникли после того как спартаковцы атаковали по правому флангу все-таки вот мне кажется Гордилья который покидает свое место да и в общем-то в силу может быть возраста не всегда еще справляется со своими обязанностями левого защитника так что вот эту слабость вполне могут использовать мне кажется спартаковцы и опять Гордилью оказался впереди даже нападающих и за боковой он будет вводить мяч в игру а партнеры его не очень-то мне кажется поддерживают это Альфредо Де Стефано какая-то непонятная пока пауза по-моему в матче кто-то из испанцев по-моему получил травму но арбитр не разрешил оказывать ему помощь дело в том что он на ногах в общем-то в нормальном состоянии находится это по-моему капитан испанского клуба Мигель Парлан Черчесов так активно показывает своим партнерам чтобы все шли вперед а выбивает не очень удачно высокого-то поднял мяч Солона Мостовой и удар по воротам там сразу три футболиста стали на пути мяча Базулев и направо вот здесь свободен Позняков нет вверху здесь хорошо очень играют два центральных защитника третий и четвертый номера это Солона и Еро я уже говорил о том что это приобретение испанского клуба в нынешнем сезоне так же как и одиннадцатый номер Вильярой Мечал мяч выкатывается за линию ворот свободный удар от ворот спартаковцев смотрим на табло 17 минут сыграно во втором тайме пока 0-0 ну и наверное нет ничего удивительного что команды пока не смогли добиться успеха во всяком случае испанцы атакуют они очень мало и по сути ни одного момента так и не создали около ворот спартаковцев но что касается спартака то были были 3-4 возможности для взятия ворот но к сожалению они не были использованы это по-моему кто-то из испанских болеющих кстати группа испанских поклонников ареала здесь присутствует на матче но планируется но планируется ответный выезд туристов чтобы они поддержали в Мадриде Спартак но пока это все только планируется Митчелл перепадинка помешал арбитер гордилья у меня вообще такое впечатление что некоторые перестановки в составе произошли испанского клуба дело в том что гордилья по-моему так покинул основательно место левого защитника и перешел в середину поля у меня такое впечатление мостовой это гордилья отбивает мяч Митчелл Вильяройя это три защитника так в общем-то и не покидают у испанцев по-моему свою половину поля если гордилья еще может пойти вперед второй номер Мигель Парлан капитан команды по правой флангу в первом тайме два раза наверное так совершил рейд к штрафной площади Спартака то три защитника вы знаете как все равно в эту морозную погоду примерзли к своим местам я имею ввиду Солону Яру Яру и Тенбильо они так вот в центре и все время держатся поэтому мне так кажется акцент спартаковских спартаковцы должны сделать на атаке по флангу здесь и посвободнее побольше пространства в общем-то не такое сопротивление можно встретить гордильо нет не успевает мячу спартаковец выбивает мяч за боковую линию испанцы будут вводить мяч в игру кто-то На левом фланге мячом владеют испанские футболисты Неточная передача, мяч покинул Покинул уже пределы поля, так что напрасно там Вильяроя Совершил рывок метров на 15 Думал, что не заметит, может быть, арбитры Кстати, вы знаете, справляют со своими обязанностями, по-моему, судьи Но дело в том, что мяч для судейства довольно легкий Никаких эксцессов на поле не происходит Никаких, по-моему, спорных моментов нет Таратченко там обрабатывал мяч Не очень удачный, вот пас в штрафную площадь Опять на месте оказался испанский футболист Да, многовато там, конечно, игроков Как бы растянуть вообще не мешало бы спартактцам оборону испанского клуба Гордильо Бутрогеньо Давно играет уже в составе Ареала Играет он из-за сборной Испании Правда, вот на прошлогоднем чемпионате мира выступил не очень-то удачно Ну и вот наш референдум по поводу того, кто станет чемпионом Советского Союза нынешнего года Пока спартаковцы вышли на первое место У них 36 процентов, 36 процентов, я имею в виду вот те, кто позвонил со своими прогнозами На втором месте ЦСКА, пока команда 33 процента голосов набрала И киевляне на третьем месте у них 14 процентов Но я думаю, что многие не верят в возможности киевлян по той простой причине Что, по сути, новая команда будет выступать в нынешнем сезоне Конечно, тяжеловато будет молодым футболистам Ну и поэтому к возможностям команды вот такое скептическое отношение Черчесов будет вводить мяч в игру 24-я минута второго тайма, пока 0-0 И как-то успокоились, мне кажется, спартаковцы Во всяком случае, в первом тайме они поярче выглядели Ну, особых претензий, в общем-то, не будем предъявлять спартаковцам И соперник действительно очень сильный, да и сезон еще Только-только начинается у нас в стране Но главное, главное, конечно, соперник Слишком уж, по-моему, титулованный соперник Который всегда, в общем-то, в любом турнире настроен только на окончательную победу Тем более, что в нынешней ситуации ему просто И деваться, наверное, некуда Поскольку в национальном чемпионате испанцы уже потеряли шансы завоевать первое место Карпин теряет мяч, но там, правда, не без помощи это произошло Игрока испанской команды Штрафной удар бьют спартаковцы Позняков Вазулев Перепадинка Получше было движение, по-моему, у Спартака в первом тайме Позняков с мячом Кульков Нарушение правил там, конечно, было Как всегда, вроде бы спокоен Олег Романцев Тренер спартаковцев Спартакам удалось, в общем-то, познакомиться с игрой Реала И ездил туда, в Испанию, оператор команды Два матча испанского клуба снял в рамках чемпионата Испании Но, вы знаете, вот это заочное знакомство, оно, конечно, полезно Без сомнения, полезно, не случайно, что этим пользуются все, в исключении клубы Которые выступают в европейских кубковых турнирах Но, конечно, когда вот так вот лицом к лицу встречаешься с командой, с соперником Конечно, что-то вдруг открывается новое, к которому ты, в общем-то, и не готов Бывают, конечно, такие случаи Это Попов Очень надежно сыграл Шалимов Вне игры Вне игры у Шмарова Нет, нет Уже был поднят флажок бокового арбитра Вне игры Ну, если бы хотя бы на одной линии находился сейчас Спартаковец с защитником Реала Нет, мяч не засчитан По-прежнему 0-0 26 минут сыграли команды во втором тайме Как только чуть-чуть побыстрее начинает действовать Спартак Сразу, вы знаете, появляется возможность проникнуть в штрафную площадь соперника И получается комбинации в одно касание В общем, ну, к сожалению, вот первая половина этого тайма в несколько замедленном темпе проходит Что, мне кажется, вполне устраивает испанский клуб Он, мне кажется, на большее, чем на ничью, и, в общем-то, и не рассчитывает в этом матче Митчелл бьет свободный удар Там была опасная игра И за боковой испанцы введут мяч в игру Вы знаете, очень большое внимание со стороны испанских различных радиокомпаний Телекомпаний к этому матчу Наверное, около десятка комментаторов здесь находятся Которые ведут репортаж на радио на Испанию, естественно Ну, и несколько компаний ведут телевизионные репортажи Ну, вообще-то, арбитр должен был, мне кажется, показать желтую карточку сейчас Арагону Ведь по новым правилам FIFA Вот в таких случаях, когда не дают возможности пробить штрафной удар Моментально должна быть показана желтая карточка Предупреждение должен получать игрок Базулев бьет на правый фланг Туда сместился мостовой Нет мяч, я подумал, что уйдет за линию ворот Как-то удачно сыграл защитник испанского клуба Солана Кульков Попов Шалимов Гордильев подключился к атаке Бутрогенья Очень опасно Хорошо успел Шалимов подстраховать центрального защитника Базулева Практически от Базулева Бутрогенья уже ушел Так что если бы не Шалимов, был бы выход один на один Упустил мяч за боковую линию Испанец Лиаренте Так мне показалось, перед матчем налегке приехали испанцы В еще морозную Москву Ну ничего, вот сидят на скамейке запасных Ну, может быть, в связи с тем, что вот такая Горячая, что ли, игра идет И исход этого матча отнюдь не ясен Поэтому в связи с переживаниями Как-то забыли, может быть, о еще морозной погоде в Москве Митчелл, Бутрогенья Чуть-чуть не точно Шалимов Сам решил пойти, потому что испанцы приготовились сделать искусственные вне игры Шалимов Ну, нет Мяч у голкипера Педро Хара Все благополучно закончилось для ворот испанского клуба Хорош был рейд Шалимова к воротам Лиаренте И назад, наверное, Бутрогенья будет делать передачу Попов Спартаковцы введут мяч в игру Торопится Попов и торопится, по-моему, Черчесов Да, не так уж много времени остается у Спартака Чтобы забить хотя бы один мяч в этой встрече 14 минут остается до финального свистка Конечно, через две недели в Мадриде будет очень и очень тяжело Порлан Тендельо Бутрогенья И мяч уходит за линию ворот Свободный удар от ворот Спартаковцев Так, в общем-то, на протяжении всей игры мы не увидели Атакующих возможностей Испанского клуба Но учтем, что наверняка Через две недели будут изменения в составе команды Ну, во всяком случае, наверное, Уго Санчес и мексиканец Выйдет в основном в составе Нападающий очень острый, результативный нападающий Так что Спартаку надо за ним будет персонально, мне кажется Присматривать, как в свое время в матчах против Наполи В матчах, в которых выступал Диего Марадона Тогда Кульков, вспоминаю, осенью прошлого года Полностью справился с опекой этого грозного игрока Итальянского клуба Может быть, выйдет на поле и румын Хаджи В составе Испанского Реала Тоже довольно интересный игрок Запомнился, во всяком случае, он в составе румынской сборной По итальянскому чемпионату мира Штрафной удар бьют спартаковцы Кульков Передача в штрафную площадь Карпин не успевает нанести удар по воротам Это, вы знаете, не Карпин, это Дмитрий Попов оказался там в штрафной площади Надежно сыграл вверху галкипер испанской команды А вообще, мне кажется, он понравился многим Своей надежной игрой И на выходах неплохо играет И на линии ворот Во всяком случае, в первом тайме Дважды выручил свою команду Один раз после удара Радченко И помните, когда Кульков выходил к воротам Он буквально в ногах у него забрал мяч Вратарь, в общем-то, неплохой Мне так казалось всегда, что испанцы Особенно не славятся надежными галкиперами Потому что стихия все-таки испанского, мне кажется, футбола Это атака, нападение Это необходимо забивать мячи Штрафной Спартаковцы быстро Простите, не штрафной Было положение вне игры Так что быстро очень Спартаков сыграл мяч Мостовой в центральном круге Десять минут Остается до конца матча По-прежнему 0-0 на табло Полагается рубли По ценам ниже рыночных Импортные компьютеры Совместимые с IBM, PC, IT, XT С любой периферии А также автоответчики Ксероксы и Телефаксы Производства Японии, США, Западной Европы И Южной Кореи Адрес Москва Газгольдерная улица 10 Телефоны 173-44-15 171-06-90 171-13-81 171-03-97 Ну пока вот вы смотрели рекламу Произошла замена В составе испанского клуба Вместо Бутрогени Он играл под седьмым номером Вышел на поле Адольфо Альдано Он играет под 14 номером Кстати, это первая замена В составе испанского клуба И вот Бутрогени так не торопясь Сейчас на беговой дорожке Покидает пределы поля И тут же рядом с ним Находится комментатор И В отрогени По ходу уже матча Буквально по ходу матча Дает интервью Мостовой откидывает мяч назад Это Позняков Все прикрыты Просто некому делать передачу Не очень удачно играет Позняков Выручает Кульков Там Льер-Ренте готов был уже подобрать мяч Карпин Да, полностью, мне кажется Во втором тайме Реал освоился На этом, в общем-то Нелегком, мне кажется Поле Хотя и хорошо подготовленном Для начала марта Полностью освоился Реал И вот таких возможностей Как в первом тайме Были у Спартака Уже Не было У Спартаковцев Больше того Вот уже может быть Минуты 5-10 Игра идет почти равная На левом фланге Спартаковец получает мяч Базулев И направо здесь Позняков свободен Базулев Передача в штрафной Там Карпин вступает в борьбу Радченко Удар поворотом И опять Педро Харова Ручает свою команду Вы знаете Молодой футболист Спартаковцев Радченко Мог сейчас забить мяч И вот видите Ну по выражению лица Олега Романцева По-моему все ясно И нечего комментировать Закрывает глаза И наверное думает Ну как же можно Не забить из такого положения И вот что характерно Как только длинная передача То Так У Спартака Что-то Что-то проясняется Но к сожалению В втором тайме В общем-то редко Спартак пользуется Этим Угловой Быстро разыграли Спартаковцы Еще один угловой удар У ворот Испанского клуба Не надо Леренца Разводить В сторону руки Он последним Коснулся мяча Вся испанская команда В своей штрафной площади Ну и Спартаковцы Кроме Базу Вот так подтянулись Вот подача на линию Вратарской площадки Никого там нет Вот удар Поворотом Мощнейший удар Наносит Поворотом Кульков Да Самый заметный Конечно Спартакской команде В сегодняшней встрече Выше ворот Мяч Пролетел Удар хороший Был Хлеский Так с полулета Нанес его Кульков Все чаще Приходится мне Смотреть на табло Семь минут Остается до конца Матча Пока Ничья 0-0 Горделья Лиа Ренте И с мячом Карпин Мяч Хорошо Горделья Вы знаете Обыграл Попова Сейчас Нет Нет Мне показалось Мяч не ушел За линию ворот Однако Арбитр Главный арбитр Все-таки Не зафиксировал Нарушение Со стороны Спартаков Ну какое нарушение Не точная Была передача Черчесову И он уже За линией ворот Забирал мяч Так что Угловой Будут подавать Испанцы Немного их В штрафной площади Я смотрю Четыре футболиста Находятся Ну не в своей Провидной поле А двое В центральном круге Двое Где-то Между штрафной Площадью Спартака И Центральной Линии поля Подача Это Арагон Делал Наверх В штрафную площадь И еще раз Спартаковцы Введут мяч В игру Пять минут До финального Свистка 0-0 Ну может быть В зрелищном отношении Второй тайм Не особенно Получился У спартаковцев В первом Просто вы знаете Со всеми Так сказать Скидками Хорош был Спартак Ничего не скажешь Ну может быть К концу встречи Уже Подустали Спартаковцы Вы знаете Нападать всегда Мне кажется Сложнее Когда команда Одна из команд Такую держит Прочную Очень Оборону Можно сказать Окопалась В своей Штрафной площади Вот мы только что Получили информацию Довольно вы знаете Интересно Кстати говоря По поводу Вот вопроса Который поднимался Многими Спортивными Организациями Спортивными Вернее Сооружениями Он был Очень болезнен На этот вопрос Вот сегодня Поправка К закону Была Верховным Советом СССР Принято Все спортивные Сооружения Освобождаются От налога Я думаю Что это в общем Поправка И своевременная И прежде всего Правильная Конечно Поправка Да Освобождаются От налога На земле Пользования Кульков Из-под ноги Буквально у него Выбивает мяч За боковую линию Солана Третий номер Испанской команды Ну что ж Считанные буквально Минуты остаются До конца встречи Пока 0-0 И Спартаковцы Вводят мяч Из-за боковой Так Передача В штрафную площадь Мостовой Ну и что придумает Александр Прострел был В штрафную площадь Но подставлена Нога защитника И еще один Очередной угловой Около ворот Испанского клуба Торопится Торопится Спартаковцы Перепадинка Будут Подавать Но это не подача Скорее Прострел был В штрафную площадь Базулев Там подключился Уже Пришел на помощь Своим защитникам Перепадинка Но Передержал Передержал Мяч Вот мне так показалось Второе касание Уже было лишнее Надо было Подавать В воротарскую площадку Там находились И партнеры Ну мало ли что Все могло Случиться Может быть Что-нибудь Спартак Из этого момента И выжил Вы сами понимаете Что не так часто В общем-то Соперных В сегодняшней встрече Дает возможность Проникать В штрафную площадь Ну так Подводя итоги Надо сказать Что все-таки Игра наверное Понравилась И вот Сто с лишним Тысячи зрителей Которые пришли Сегодня На большую Спортивную арену У Лужники Остались все-таки Мне кажется Не разочарованы Все сделал На мой взгляд Спартак Для того Чтобы выиграть Эту встречу Ну что ж поделаешь Если Соперник Мощный Авторитетная Команда Ну что там Говорить Умеющий Играть в футбол Вильяройя Мечал Замена В составе Спартака Вместо Познякова Выйдет На поле Градиленко Ну я не заметил Вообще Что Позняков Получил бы Травму Хотя Мне кажется Так чуть-чуть Прихрамывает Спартаковца Спартаковец Покидает поле Ну по-моему Что-то у него Случилось С ногой Перепаренко Ну Градиленко Защитник Дотянулся Все-таки Испанский Защитник До мяча Вы знаете Передача Такая острая была И там Мог убежать Шмаров Ну может быть Сегодня не очень Остро сыграли Нападающие Спартака Хотя Радченко В каких-то Эпизодах Проявил Определенную Агрессивность А что Вот касается Шмарова То он В общем-то Сегодня Не заметен На поле Спартаковца Теперь уже Выбивает мяч За Боковую линию И еще По-моему Одна Замена В составе Испанского Клуба Но это уже Как мы в таких Случах говорим Тактическая Замена Вместо Лиаренти Девятого Номера На поле Выйдет Сейчас под Пятнадцатым Номером Себастьян Ласада Ну мне кажется Вообще Состав Испанского Клуба Был сегодня Такой Чтобы Можно было Прежде всего Надежно Защищаться Выпустили Игроков На поле Которые Хорошо Играют В обороне В отборе Даже Среди Мне кажется Полузащитников Это старое Такое Название Которые Призваны При нынешней Тактической Схеме Играть Большую роль В атаке Все-таки Мне кажется Больше было Игроков В этой линии У испанского Клуба Оборонительного Плана Черчесов Бьет На половину Поля Испанского Клуба Там Карпин Чуть-чуть Так дотрагивается До мяча Порлан На правом фланге Мяч У испанцев Вот Передача Хорошая Передача И не попадает Сейчас по мячу Испанские Футболисты Вы знаете Лосада Мог бы Пробить И мог Наверное С линии Штрафной площади Пробить Довольно точно Ну мне так кажется Уже Спартак Не верит Вот в эти Последние минуты В то что Что-то можно Сделать В этой встрече В любом случае Силы Физически Мне кажется Просто Уже не так много Физических сил Осталось У Спартака Вот мне кажется Арбитр Сейчас показывает Своим помощникам Что осталось Всего лишь Одна минута До конца Встречи Спартак Пытается Все-таки Перевести Игру Поближе К штрафной Площади Испанцев Вильяройя Передача Налево Не точно Гордили Даже не побежал Базулев Мостовой Спартака Спартаковцы В общем-то Закономерный Закономерный Наверное Исход Этой встречи Хотя Спартак Мог бы Наверное Один Хотя бы Мяч забить Потому что Возможности В общем-то Были Для взятия Ворота У Спартаковцев Были Возможности В большей части Это относится К первому Во втором Мне кажется Реал И приспособился К игре Спартака И приспособился В общем-то Для них Непривычно Условия Встречи Градиренко Ну что ж Будем ждать Ответного матча Через две недели 20 марта И вот Свисток Арбитра Матч между Реалом И Спартаком Завершился Ничья 0-0 Ну что ж Уважаемый Товарищи Об интересе К матчу Не испугала Болельщиков Мягко скажем Невразумительная Игра Спартака В кубковом матче С торпедо Поклонники Футбола Пришли Конечно Не только Посмотреть Спартак Но и Реал Репутация Которого Очень высока В Европе Хотя Информации Об испанцах Было достаточно Но как говорится Что ж В общем Разочарования Не было А Спартак Показал игру Наверное На два порядка Выше Чем во встрече На кубок Страны С торпедовцем Вот только Опять Не забил А моментов Было достаточно Во всяком Случа В первом тайме Преимущество Спартаковцев Было ощутимо Тренеры Спартака Сетуют На отсутствие Времени Для налаживания Привычной игры Ведь Несколько Футболистов Буквально За считанные дни До ответственных игр Вернулись Из различных сборных Думается Это сыграло Определенную роль Но как Стопроцентное Оправдание Неиспользованных Моментов Служить не может На этой стадии Европейских турниров Чрезвычайно Возрастает цена Даже единственного Забитого Меча И он был Нужен Шмаров Перепаденко Радченко Могли поразить Ворота И тогда Возможно Реал Отказался бы От массированной Обороны И легче стало бы Спартаковцу Не возникло Очень умело Хладнокровно Отбивались они А когда Оборонительная Крепость Давала трещину На пути мяча Вставал Вратарь Реала Это кстати Одна из Контратак Испанской Команды Второй темп Прошел Намного Спокойнее Испанцы Даже Осмелились Провести Несколько Острых Атак Думается Мы так И не увидели По-настоящему Что представляет Собой Команда В атаке Не сомневаюсь Что в Мадриде Будет играть Совсем Другая Команда Незадолго До конца Встречи Радченко Мог принести Победу Спартаку Продолжение следует